Депутат Государственной Думы Российской Федерации Лидия Антонова с официальным визитом посетила город Люберце. В ходе рабочей поездки она встретилась с активом районного совета ветеранов. Лидия Антонова в качестве депутата Государственной Думы посетила Люберце в рамках третьей региональной недели. Но наш район для неё родной, поэтому бывать здесь она старается чаще и делает это с большим удовольствием. Лидия Николаевна поблагодарила Люберчан за оказанное доверие на выборах и рассказала, что на сегодняшний момент делается в главном законодательном органе страны. Основное – это принятие бюджета на следующий год. Прибавлены средства для того, чтобы индексировать пенсии на три года, бюджет принят, зарплату работникам образования, культуры, медицинским работникам, то есть по указам работникам науки. Лидия Антонова поздравила всех с наступающим Новым годом, а также вручила оплаченный счёт на покупку костюмов для хора Люберецкий напевы «Общество инвалидов». По давно сложившейся традиции поздравить ветеранский актив с наступающими праздниками приехал Владимир Ружицкий. Я всегда вам говорю спасибо, потому что мы должники. Об этом говорила Лидия Николаевна, потому что мы, как правило, обращаемся к вам, когда есть какая-то проблема, когда есть вопросы. И я уже извиняюсь, когда надо сформировать общество мнение, потому что у вас есть опыт и мудрость, и познание жизненное, и сами легко и интересно, потому что, вы знаете, вы не разбрасываетесь. В эту жизнь понимать такой, как она и есть. В 2016 году исполнилось 30 лет со дня окончания сооружения защитного саркофага над 4-м аварийным блоком Чернобыльской АЭС. В связи с этим глава вручил знаки отличия «Благодарность за ратную службу» Владимиру Васильевичу Трипштоку, Герою Советского Союза Николаю Павловичу Бездетному и Александру Петровичу Слупскому, принимавшим активное участие в этом исторически значимом событии. Затем общение ветеранов и дорогих гостей продолжилось за праздничным столом. Ольга Щевелева, Дмитрий Шарапов, Люберецкое районное телевидение.